всем привет это опять мы это мы володя и соответственно володя сегодня запахло морем решили половить морской рыбки основная цель это морской окунь здесь на этом побережье сахалина он есть в том числе и трехполосый не обычный голубой которого я ловил раньше а есть еще и трехполосы сегодня очень хотим его поймать сейчас сила блинчиков и поехали прогреваем мотор погода вроде хорошая вот видите на небе облака мне часто спрашивают вопрос борис там типа вокруг туман и облака зачем тебе очки рыбаку очки нужны чтобы убирать с воды блики чтоб под водой было видно лучше и вот еще у нас увидите у обоих вот такой вот баф дело в том что даже когда в море облака сгораешь не милосердно потому что вода отражается вода отражает солнечные лучи и тебе не спрятаться от солнца нигде поэтому стараешься от солнца закрыться максимально будем надеяться что рыба сегодня будет благосклонна к нам только долетела уже кто-то сожрал бы неплохо сажал если это только одна рыба они две просто удочка в колесо и даже поднять не могу если сейчас сядет на все четыре крючка это будет веселье пока до палка в колесо уже они видимо все в разнобой тянут то что я не чувствую сопротивления я просто уже тяну как гильку поднимаю со дна видимо несколько и тянут все каждый свой угол не задам хоть один желтый ребята я буду очень рад пожалуйста постарайтесь себе договоритесь как первый голубой а второй был голубой но за живот а этот голубой на за загривок вот ведь как как вы там клюете не понимаю нам нужно один за живот и за загривок нам нужно за рот чтобы был желтый я очень надеюсь что месседж уловлен о резко как глубина стала больше резко где-то пять метров добавилось а рыба 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 есть есть присутствует а сорвалась тоже либо так сильно борется либо так слабо клюет только долетела только долетела уже сажали это там война на той стороне вой мне тоже тут удочку в барани рук гнут правда у меня это возможно 2 геттонные бывают волны фрикцион трещит да, у меня два Точно два, может даже три? Два вроде. А, подожди, у меня четыре что ли? Сейчас подожди. Да я сам удивился, если честно. Они не четыре, вроде три только. Так, ну вот этот первый вообще хороший размер. Поэтому первый будет взят обязательно. Остальных, а вот и нижнего тоже обязательно возьму, а среднего помилую. Так, повисите пока там ребята. Вот такая вот ерунда клюнула. Ерунда носит название получешуйник Гильберта, а получешуйник очень просто. Вот видите, вот у него чешуйки, а вот полоса просто лысая, без чешуи. Вот, сверху опять чешуйки. По центру нет чешуек. И вот такие довольно жесткие костяшки. Получешуйник это плохой признак, там где клюет получешуйник нет рыбы. Наверное пора на другую точку выставляться. Вот еще один местный красавчик. Называется рогатый керчак. Вот эти вот рога у него, прям рога, они костяные. Они со стрющими зазубринами. На такой напороться прям будет неприятно. И вся морда у него тоже в костяных наростах. То есть он прям весь со всей стороны в шипах. Мы такого естественно за борт швыряем. Вот такая вот история, ребята. Тут пять крючков и на каждом крючке голубой окунь. Ну да. Из них уже вижу два точно товарных. Два беру. Остальные посмотрим. А вот еще одна интересная тварь. Надо это конечно говорить голосом Дроздова. А вот посмотрите, какая забавная тварь. Эта штука называется шлемоносец с Герценштейна. Поймал Володя. И он горд. Не, ну на самом деле таких за борт. Мы таких не берем, не едим. Просто интересный представитель Пауна. Одна из интересных рыбок. И чем хорош шлемоносец с Герценштейна? Тем, что его название можно проверять, выпил человек или не выпил. Если человек утверждает, что он трезв, а вы скажите, повтори, шлемоносец с Герценштейна. И он такой, шлемоносец с Герценштейна. Да, я пьян. Ну Володя в очередной раз отличился. Только мы отпустили шлемоносца Герценштейна. Володя поймал рыбу под названием волосатая рогатка. Она же морской ворон. Видите, вот как пучок водорослей. Рыба лежит на дне, притворяясь водорослей. А чуть мимо кто-то проплывает. Молниеносный бросок. Молниеносный бросок у нее присутствует. Чистокол зубов прям. Мама дорогая. Эту тоже за борт. Мы ее не едим. Едем с Володей уже назад. Свернули лодку, собрались. Поймали полную термосумку рыбы. К сожалению, нас погода выгнала. Прям на глазах ветер становился сильнее и сильнее. Волна жестче и жестче. Потом проверяли нам документы пограничники. Очень долго проверяли. Потом проверял документы ГИМС. Тоже очень долго проверял. Окуня с желтыми полосочками не поймали. Наловили только голубого. В принципе, уже и этом неплохо рады. Резкая смена локаций. Это торговый центр. Тут, на цокольном этаже, даже рабатская лавка. На цокольном этаже продаются продукты. И нам нужно приготовить одно блюдо, для которого обязательно нужно зайти вот сюда. В овощной мы еще по дороге заглянем. Нам нужен магазин корейских салатов. Здесь продаются всякие корейские съедобности. И в том числе, вот видите, ценник называется тубу. По-японски это будет тофу. Это соевый сыр или соевый творог. Вон он, беленький в пакете. Ну и разумеется, салаты самые разные. Вон лопух, наша местная штучка. Морская капуста и морская капуста сладкая. Морской виноград есть. 172 рубля. Большое спасибо. Тяжеленький. Это главный ингредиент текущего блюда. А вот продается редька дайкон. Большая нам не нужна. Нам нужна вот такая маленькая. 110 рублей цена. Двести, пожалуйста, редьку. Вот на 57 рублей. Вот магазин, хозяйство тепличное. Здесь нам интересен зеленый лук. Сельдерей. И нам также интересна здесь петрушка. Вот она 55 рублей. 55 рублей. За все 55 рублей. Я уже, как можно заметить дома, чищу окуня. Я его чищу немножко, ну, таким нетрадиционным, может, способом. Но, может, кому-то окажется полезным. Я его сначала всего скопом режу ножницами, обрезаю ему плавники. Дело в том, что у окуня плавники очень острые. То есть вот они, во-первых, толщиной, некоторой толщиной со спичку. То есть их трудно перерезать ножом. Так еще и весьма острые на окончании. Вот здесь, в частности, тоже. Видите, прям шипы какие. Поэтому я сначала... Это специальные ножницы для рыбы от Фискарса. Очень-очень хорошие, очень качественные. И вот я окуню последовательно отрезаю все плавники. А потом уже, когда окунь не колючий, не колется, спокойно его потрошу. Все плавники в измельчитель мусора. Всегда, у меня от рыбы всегда оставалось много очистков. Обычно, когда это особенно делаешь под вечер, и тебе надо еще после разделки еще идти на улицу, выкидывать все это в помойку. Это так утомительно. А вот это просто огонь. Все вот пихается туда. Пускается вода. Чистой рукой нажимаем кнопку. Там внизу происходит что-то страшное. Но, в целом, результаты удовлетворяют. Вот в кастрюльке готовятся к закипанию кости и обрезки от голубого окуня. Это нужно чисто для бульона. Я слегка посолил. Но, учтите, в оригинале в блюде должна идти приправа вместо соли и приправа до щеда. Но, как-то я ее люблю добавлять зимой. Летом она кажется мне избыточной по вкусу. Пока варится бульон, я подготовлю тубу, ну или тофу. Зовите, как хотите. Нам нужна по большому счету только половина для супа. Остальное я просто пожарю. Для супа нужно его нарезать вот так вот. Оп. Оп. И... Оп-оп. Все. Вот такими кубарями он в супа пойдет. А вот это слегка на сковородочке обжарим. Ну, это уже как бы будет отдельное блюдо. Теперь самое время... Я из бульона вынул все кости. Самое время заложить нарезанную брусочками редьку дайкон. И рыбу. Это уже филе голубого окуня без чешуи, без косточек. Просто... Просто мясо как таковое. Как вы видите, судя по объему, суп получается весьма и весьма густым. Я его и расцениваю. Ну, как бы не как уха, где больше я люблю похлебать, допустим. А суп мисо это и поесть тоже. Поэтому рыбы не жалеем. Прошло несколько минут. Рыба и редька и вещи быстроварки. Все это сварилось. Вот у нас паста мисо, так называемая. Это такая соленая густая масса из соевых бобов. Вот благодаря тому, что она соленая, можно поначалу блюдо сильно не солить. А сначала применить пасту мисо и только потом проверить на соль. Потому что вполне возможно, что соли в пасте мисо будет достаточно, чтобы вообще блюдо было как следует посолено. Так, добавили пасту. А теперь наш соевый творожок, порезанный кубиками, закладываем. Ему, этому тубу, особенно вариться-то не надо. Так, слегка вот, хватануть кипятка. Вот как все подрасчитал, а? Еще чуть больше и через край. Вся вот эта зелень, петрушка, сельдерей и зеленый лук. Можно либо крупно порубить ножом, либо просто порвать руками и положить в блюдо, когда оно уже дойдет. Ему сейчас прокипеть минуту две, а потом еще настояться минут десять-пятнадцать. Вот то, как суп выглядит уже в готовом виде. Вот дожаривается уже тубу. С одной стороны обжарил, а с другой осталось. Вот уже в тарелочке. Возьмем кусочек тубу, кусочек редьки, чтобы был на одной ложке. И кусочек рыбы. Зажипнем немножко жидкости с зеленью. Знаете, я всегда этот суп любил за отсутствие ярко выраженных вкусовых акцентов. Он такой, знаете, ровный, сливочный, мягкий. То есть он и не перченый, он и не соленый, он не острый, не кислый, не терпкий. Он очень мягкий и ровный. И вот если вам как раз хочется такого спокойного, насыщенного вкуса, вот это как раз по адресу. Такой слегка солененький, очень такой наваристый, очень сытный. Всем пока-пока, до свидания.